здравствуйте друзья вы снова на канале медведь вяжет и с вами как всегда я лидия медведь сегодня у нас второе видео из цикла осенние кардиганы 2022 в первом видео из этого цикла я вам показывала вот этот вот кардиган который вы сейчас видите на мне и ссылка на это видео находится внизу в описании и если кто-то еще не посмотрел вы можете найти это видео и посмотреть как я вязала свой первый кардиган из цикла осенние кардиганы 2022 но сегодня речь пойдет о другом кардигане и и почему я делаю целый цикл осенние кардиганы 2022 да потому что каждая вязальщица каждая женщина девушка должны найти свою модель кардигана и возможно мои видео из цикла осенние кардиганы 2022 помогут вам найти свой кардиган найти свою модель кардигана но прежде чем рассказывать о втором кардигане из этого цикла я приглашаю вас к просмотру фотографий этого кардигана который вы увидите на мне а Сейчас вы посмотрели, как этот кардиган сидит на мне. Ну а сейчас давайте поближе рассмотрим этот кардиган. Вы видите, что кардиган полностью ажурный. И здесь сочетаются четыре различных ажура, четыре различных узора. Вы видите, что у кардигана волнистый край. Этот такой волнистый край делается за счет изогнутых платочных дорожек. И этот волнистый край переходит во французский стежок, затем ажурные дырочки, затем ажурные ромбы, снова французский стежок, снова ажурные дырочки. И завершает кардиган в верхней части снова ажурные ромбы. Узоры, ажуры присутствуют и по полочкам, и по спинке, и по рукавам. Вы, наверное, догадались, что этот кардиган связан по мастер-классу по описанию от дизайнеров Дропс. Потому что я очень часто вижу модели по описанию от дизайнеров Дропс. И причем этот кардиган связан не для меня. Я его связала в подарок для моей подруги Эммы. Потому что ей очень нравится тоже вот эта вот модель. Которая, к слову, если добавить, одна из моих любимых моделей кардигана. Ну, и я захотела сделать ей подарок и связать так полюбившийся ей кардиган. Но она не хотела сама сниматься, не хотела фотографироваться, не хотела проводить фотосессию. И разрешила мне показать этот кардиган на себе. Потому что у нас не одинаковый рост, ну и почти одинаковый размер, можно сказать так. Поэтому на фотографиях вы видели меня, а не мою подругу Эмму. Так что кардиган этот связан в подарок для моей подруги. Эта модель кардигана, которую дизайнеры назвали «Майя», не новая для меня. Возможно даже, что мои дорогие подписчицы, которые давно со мной на канале, они узнали этот кардиган, который я уже вязала раньше. Я напомню вам фотографию, которую я впервые увидела на сайте DropsDesign и которая так полюбилась мне. Вот эта фотография. Она сразу покорила меня и появилась мечта связать подобный кардиган. И я связала два подобных кардигана. Но вязала я не по описанию от дизайнеров, а по мотивам описания. Потому что я делала свои расчеты. Я взяла другую совершенно пряжу. И были некоторые отличия от того, что требовалось в описании. Например, рукава в тех первых двух кардиганах у меня не ажурные, а связаны лицевой гладью. И на канале есть мастер-класс по вязанию подобного ажурного кардигана. Там в мастер-классе кардиган называется просто ажурный кардиган. И не упоминается его название, которое дали дизайнеры название «Майя». На канале есть все части по вывязыванию узоров, которые использованы здесь при вязании этого кардигана. И рассказано о всех особенностях, которые необходимо знать для того, чтобы связать подобный кардиган. Ссылки на все части мастер-класса вы найдете в описании. Поэтому я буду рассказывать об этом кардигане только в общих чертах. Потому что желающие связать подобный кардиган найдут мастер-класс и воспользуются той информацией, моим опытом в вязании подобного кардигана. И некоторые из моих дорогих подписчиц уже связали такой кардиган. Об этом они делились со мной в комментариях. Вот этот вот кардиган, который я связала для своей подруги, отличается от описания только одной маленькой деталью. Дизайнеры связали кардиган на трех пуговицах. А я пуговицы не использовала, потому что моя подруга захотела кардиган классический, без пуговиц. А как вы знаете, кардиганы, они не предусматривают обычно пуговиц. Это единственное отличие, которое можно найти между тем, какой модели представили дизайнеры, и моей работой. Ну а сейчас о пряже. Какую же пряжу рекомендовали дизайнеры? Это пряжа Дропс Эйер. Она многим известна, эта пряжа. Дропс Эйер, пряжа, в которой в 50 граммах 150 метров. Пряжа, ну это не сказать, чтобы тонкая, но и не сказать, чтобы толстая. Но состав этой пряжи, он, ну, как бы придает пушистость пряжи. Она очень пушистая, эта пряжа. Очень воздушная, как бы наполненная воздухом. И состав этой пряжи 65% альпака, 28% полиамид и 7% шерсти. Вот этот состав и обеспечивает воздушность, легкость пряжи. Но в то же время и это изделие теплое. Какие рекомендации дают производители пряжи по уходу за изделиями из Дропс Эйер? Стирать только руками. Ручная стирка при 30 градусах. Ну и сушить горизонтально. Гладить запрещается. Ну, пряжа очень приятная, очень мягкая. И само изделие необыкновенно нежное и нежно прикасается к телу. Можно носить на легкую футболку, на топ. Это совершенно не колючая пряжа. Но я думаю, что пряжа Дропс Эйер многим уже знакома. Сколько же ушло пряжи на 48 размер? Ушло 5 полных мотков и еще немножко от 6 моточка. Я бы сказала, что это очень экономное использование пряжи. Из этих 5 полных и еще нескольких метров от 6 моточка получилось полноценное большое изделие. И оказалось, что вот этого количества пряжи достаточно. А я заказала-то, вернее купила, 10 мотков подобной пряжи. Поэтому у меня еще осталось 5 мотков почти полных. Ну, конечно, я найду им применение. Дорогие друзья, я вернулась от подруги. Когда я вручила мой теплый вязанный подарок, мы вместе сделали примерку. И оказалось, что кардиган Майя, который я связала по описанию от дизайнера Дропс, очень хорошо сел на модель. И когда я увидела радость моей подруги от такого замечательного, теплого, вязаного подарка, я сочла, что кардиган действительно удался. Кардиган получился замечательно. Поэтому, дорогие друзья, пишите в комментариях, будете ли вы вязать такой кардиган. Понравился ли вам кардиган Майя? И какие кардиганы вяжете вы? Ведь сейчас время кардигана, потому что наступила осень. И вот этот вот кардиган Майя – это второй кардиган в коллекции «Осенние кардиганы 2022». Давайте с вами обсудим, какие кардиганы вы вяжете, о каких кардиганах вы мечтаете и будете ли вы вязать кардиган Майя. А сейчас жмите на колокольчик, чтобы узнавать, когда выйдут новые видео. Ставьте лайки. Ну, если кто-то еще не подписан, а просто зашел в гости на канал «Медведь вяжет», обязательно подписывайтесь, потому что у нас много нового, много интересного, потому что у нас общение на канале. А это главное, ведь мы с вами на канале общаемся и обмениваемся опытом. До новых встреч, друзья! До свидания!